Привет, друзья! Сегодня я расскажу о киноальмонахе 2008 года, состоящем из трёх частей и повествующем о жителях японской столицы, Токио, в гротескной и сюрреалистической форме, совместное производство Японии, Германии, Франции и Южной Кореи. И сегодня речь пойдёт именно о третьей части, которая называется «Токио-трясение». Над ней работал режиссёр-постановщик Пон Джун Хо. Этот дом – само совершенство. Молодой человек, сидя в туалете, обнаруживает, что у него закончилась туалетная бумага. Он снимает с держателя втулку и силой вжимает её в свою ладонь. А потом с философским видом рассматривает круг и рассуждает, сколько пройдёт времени, прежде чем с его руки сойдёт этот отпечаток. 10 секунд? 10 минут? 10 дней? Недель? А может, 10 лет? 10 лет он один живёт в этом доме. Он – Хикикамори. Так называют людей, которые по доброй воле оторвали себя от социальной жизни и достигли крайней степени отчуждения. Их ещё называют «заключёнными», потому что, собственно говоря, они сами себя заключают в своеобразную тюрьму. Обычно Хикикамори живут за счёт родителей, но Теруюку живёт один. Он может не закрывать двери в туалете, может даже уснуть на толчке. Ему всё равно. Он не смотрит телевизор и забыл, когда включал его последний раз. Аппарат стоит в углу, практически закрытый коробками. Питается Теруюку в крошечной кухне. Хотя стол ему не нужен, он всегда ест стоя. За эти годы он превратил уборку в настоящее искусство. Каждая коробка от пиццы стоит на своём месте, соответствуя порядковым номерам и датам покупки. Все бутылки уложены в аккуратные башенки. Он прочёл все книги, находящиеся в его доме. В последнее время Теруюку постоянно читает журналы о горах, о рыбалке и о путешествиях. И, как ни странно, в такие минуты очень скучает по дому. Он никогда не входит в комнату, где жил его отец, хотя регулярно получает от него конверты с деньгами, которые приходят раз в месяц. В первый год, помимо средств, там лежали письма, но в последующие 9 лет только деньги. Эти деньги и телефон не дают парню пропасть. Ведь всё на свете можно заказать с доставкой. Каждый день он набирает номер, раздаётся звонок, он открывает входную дверь, забирает заказ, отдаёт деньги, закрывает дверь. При этом Теруюку никогда не смотрит курьером в глаза. По субботам он всегда заказывает пиццу, которую много лет привозит одна и та же девушка. И однажды девушка-курьер поинтересовалась. Он никогда не смотрит людям в глаза. От неожиданности он чуть не посмотрел на неё. Но сдержался и не поднял глаз. Он никогда не любил общаться с людьми. Даже раньше, когда приходилось выходить наружу, он старался не встречаться взглядами со встречными прохожими. Никогда не любил солнечный свет. Но следить за лучом солнца ему нравится. Он видит его. Видит, как он ползёт. В отличие от многих людей, он может различить движение часовой стрелки. Всё в мире движется. Кроме него. Вот уже 10 лет, как он не двигается. Он просто живёт в этом доме. Он настоящий хикикамори. Он ест стоя, потому что так удобнее переваривать. И видит сладкие сны, засыпая в туалете. И постоянно читает. А ещё нюхает комнату отца, из которой ещё не выветрился его запах. Наступает суббота. День пиццы. Он совершает свой обычный ритуал. Он никогда не поднимает на курьеров глаза. Но в этот раз его удивили чулки на подтяжках. И он поднял взгляд. Впервые за 11 лет. Он протянул деньги, глядя во все глаза в лицо девушки. Она высыпала сдачу прямо на картонку с пиццей. Он протянул руку. И всё вокруг начало трястись. В Токио началось землетрясение. Посыпались книги и коробки из безупречных стопок. Покатились бутылки. Повалилась посуда и телефон. А девушка вдруг закрыла глаза и упала в обморок к его ногам. И тут же землетрясение прекратилось. И всё пришло в норму. Но не девушка. Она также лежала на полу. Торуюку в растерянности забегал по дому. Что предпринять? Он кинулся за водой, но девушка лежит без чувств. И он не знает, как её можно напоить. Сам выпив принесённую воду, парень побрызгал на неё из пульверизатора. Эффекта нет. Он внимательно осматривает её, пугаясь своей смелости и чувств, вызываемых ею. И находит на её руке татуировки в виде кнопок, рядом с которыми подписаны эмоции и чувства. Головная боль, грусть, истерика. А на ноге, чуть выше чулка, красуется кнопка со знаком «включение». Решившись, Торуюку нажимает на неё. И девушка тут же открывает глаза. Она удивлена. «Это он нажал?» Он подтверждает. «Конечно». Девушка показывает ошарашенному парню фокус с отрыванием пальца. А потом указывает на стопку. Там ошибка. Восьмая от пола коробка от пиццы стоит вверх ногами. Парень исправляет недочёт. И девушка признаёт. Этот дом – само совершенство. Но запах тут отвратительный. Надев шлем, она уходит. Всю ночь он смотрит в потолок и думает о девушке, не понимая, что с ним. Утром Торуюку снова заказывает пиццу и готовится ко встрече, надев рубашку. Но курьером оказывается мужчина, который, не спрашивая разрешения хозяина, входит в дом и проходит к телефону, оставляя на полу мокрые следы. Он требует принести воды и начинает нервный разговор с бывшим работником. Становится понятно, что парень не вышел на работу, и хозяину приходится развозить заказы. Торуюку набирается смелости и расспрашивает о девушке. Но мужчина говорит, что это его жена. Увидев лицо Торуюку, он признаётся, что пошутил. Она давно работала в его доставке, но вчера тоже уволилась. Оглядевшись, мужчина повторяет слова девушки о доме совершенстве. А потом с горечью констатирует, все посходили с ума и отказываются выходить на улицу. Напоследок он называет адрес девушки и Торуюку решает пойти к ней. Он достаёт свою обувь, которая пылилась в шкафу 10 лет, и открывает дверь на улицу. Но всё вокруг кажется очень ярким, и он с трудом заставляет себя сделать первый шаг. Это ему не удаётся. И он всю ночь сидит перед открытой дверью. Утром парень повторяет попытку и выходит на свет. Он очень яркий и жаркий, а Торуюку ненавидит потеть. Он заставляет себя пойти направо, к метро, но, передумав, поворачивает налево, к автобусу. Хотя у него же нет денег. Торуюку вспоминает, что у него есть велосипед, и достаёт его из зарослей. Но он оплетён многолетними лианами. Парень бросает его и отправляется в путь пешком. Постепенно Торуюку ускоряет шаг. И вот он уже бежит по пустым улицам. И, наконец, замечает этот факт. На улицах нет ни одного человека. Вдруг он видит человека за стеклом двери и заговаривает с ним. Но тот молча отходит вглубь. Торуюку бежит дальше. Огромный мегаполис совершенно безлюден. Пиццу разносят роботы. А все люди заперлись в своих домах и стали хикикамори. Парень бежит по широким и абсолютно пустым улицам, на ходу заглядывая в окна. Вон тот парень похож на Торуюку пять лет назад. А та девушка сидит, пожалуй, лет десять или пятнадцать. А вон тот, новенький, потому что у него ещё работает телевизор. И тут он видит свою курьершу. Он просит её выйти, но она запирает все окна и двери. Торуюку пытается взломать решётки. Если она не выйдет сейчас, то не выйдет уже никогда. Он просит назвать своё имя, но не может докричаться до девушки. И тут начинается землетрясение. И люди выбегают на улицы. Торуюку зовёт девушку, но она не откликается. Люди мечутся по улицам, пытаясь спрятаться от падающих предметов. Но также внезапное землетрясение заканчивается, и люди возвращаются обратно в дома. Улицы опять пустеют. И тут он видит девушку, которая, оказывается, всё-таки вышла из дома, но теперь собирается вернуться. Торуюку пытается остановить её, но она отбивается от его попыток и старается захлопнуть дверь. Но парень умудряется схватить девушку за руку и нажать кнопку с надписью «Любовь». Не дожидаясь её вопроса, Торуюку подтверждает, что это он нажал на кнопку. Она смотрит в его глаза, и тут опять начинается землетрясение. Экран темнеет, слышатся звуки разрушений. Можно сказать, что это новелла о человеке, который противопоставляет себя обществу, ведь он не смотрит в лица людей уже 10 лет. Но это не обет, не какой-то пост. Это настоящая фобия и полное разочарование в людях. И хотя такая история могла бы случиться в любом городе мира, только японцы дали название этому явлению Хикикамори. И очень познавательно, что преодолеть этот уход парню помогла любовь. Ведь только ей подвластно всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok